Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале. Продолжаю свои прогулки по Москве. Сегодня не совсем обычная прогулка. Но сейчас по порядку. Почему? Во-первых, я снимаю дома, потому что на улице дождь, и заставочку мне хотелось сделать длинную, а выглядеть промотшей под дождём лохматой, как это уже было на одном из фестивалей, мне не хочется. Поэтому заставочка дома. Теперь то, что касается видео. Знаете, в последнее время мне часто попадаются статьи о разрушенных зданиях, о тех, которые собираются сносить, о тех, которые уже снесли. И вот как-то само собой так вот пошло, что я решила, что ли, об этом рассказывать. И если дом ещё не снесли, я, вот уже пару видео у меня вышло, я поехала, посмотрела, поснимала, рассказала. Возможно, эти здания не будут снесены, о которых я вам рассказывала. Но есть здания, даже есть целые кварталы, которые уже снесены. И которые тоже в своё время были громкими, были известными. Они имели громкие имена. Они были известны всей России, наверное. Ну, уж всей Москве-то точно. Я сейчас говорю про часть Москвы, которая находится, ну, в общем, Золоторожский вал, завод «Серп и молот», и где с недавнего времени строится строительная компания, по-моему, «Символ». Там застраивают новыми домами всё, там целый жилой комплекс. И я снимала там, я снимала там в 2020 году, как раз в это время, в ноябре. Когда я снимала, я ещё не думала о том, что этого всего практически, что я снимала, скоро не будет. Всего через два года на этом месте будет абсолютно голая местность. Ну, которая потом будет застраиваться. И когда я снимала возле метро площадь Ильича, казалось всё обычным. Обычный торговый центр, обычный ресторан, обычные офисы. Это всё было нормально. Это вот как обычно мы ходим, смотрим. Мы даже не замечали этого. Но тогда уже ходили слухи, разговоры о том, что этот весь, эта вся эта часть возле метро площадь Ильича будет сноситься. И знаете, как вот в фильме, я уже там в своём видео говорила, по семейным обстоятельствам. Помните, там Евгений Стегнеев, он там как бы художник, да, и вот его мама там говорила, я ему говорила там, буду сносить Арбат, иди на Арбат, рисуй. Я ему говорила, буду там сносить такую-то улицу. Я ему говорила, иди туда, рисуй. Типа это всё будет историческая, потом достопримечательность, ну, историческая память. Реликвия. И я тоже по этому же принципу ходила и снимала. Вернее, я туда пошла по другому принципу, но просто как бы вспомнилась мне эта фраза, и я тоже там снимала. И мне там снято два видео. Точнее, одно большое, разбитое на две части. И в то время это видео практически мало кто смотрел, оно осталось незамеченным. И сейчас, когда встал вопрос о том, что этого района, практически всего района больше уже нет, и я увидела в списке разрушенных зданий проходную завода «Серп и молот», я вспомнила о том, что я там снимала, и я подумала, ну, почему бы эти видео не выложить уже как исторические? Они уже исторические. Они уже показывают то, чего нет. Нет проходной завода «Серп и молот», которая была построена в 70-е годы, и которая была снесена. Там была буквально одна стена с такими орденами, которые были присвоены этому заводу. Одна проходная оставалась, когда я снимала, она все еще оставалась, и она была снесена в январе-феврале этого года, 22-го года. Дальше по этой улице шел Золоторожский хлебокомбинат. Вроде как... Он тут у меня так мелькает, так мельком по левой стороне улицы, там на видео. Вроде как его тоже... Ну, он уже не работает, он уже закрыт. Я не знаю, ну, судя по всему, ему будут сносить, и там вроде как будут строить жилье по реновации для жителей района Лефортова. Это очень важно, это очень нужно строить дома, это очень нужно расселять людей в лучшие условия. Но почему надо ломать вот этот вот памятник архитектуры? Почему этот завод, Золоторожский хлебокомбинат, он является или являлся, я уж не знаю памятником архитектуры. Вы понимаете, можно было бы поехать туда и снять там это... Ну, зачем ехать и снимать голые стройплощадки? Мне, честно говоря, мне даже больно это делать, потому что я снимала там два года назад ровно, и там были здания, там были исторические объекты, там были заводы, там была история. И ехать снимать вот эти вот... Я знаю, что такое дома по реновации. У нас в районе тоже строят дома по реновации, но они их строят на пустом месте. Этот, как его? Пик. Пик строят мощно. Вот. И я знаю, они все одинаковые. Я могу узнать здание Пик из миллиона. Вот просто будет стоять миллион домов, и сразу же вот эти дома построили Пик. Построил Пик. Понимаете, абсолютно песок без дверей, полногорница людей, в общем. Вот. Вот. И... Жаль. Даже нет слов. Просто жаль. Я решила это видео все-таки сделать. Я решила это видео перезалить. Я даже не буду там ничего вставлять, я не буду там ничего доозвучивать. Я просто вам скажу о том, что в начале одного из видео я снимаю возле метро площади Лича. Этого всего, что вы там увидите, нет. Кроме памятника Ленина. Ничего этого не осталось. И потом по улице Золоторожский вал тоже проходная, ворота, старинная, все это старое. Этого ничего вроде как уже нет. По поводу хлебозавода я не уверена. Но я знаю, что его будут сносить. Я не уверена, есть он еще или нет его. Но он закрыт, он уже не работает. И там вроде как он уже в таком состоянии. Там нет ничего даже перестроенного в офис. Как часто переделывают заводы под офисы. Там этого тоже нет. Он просто закрыт. Думаю, ждет своего часа просто. Много говорю, да? Тема такая просто больная. И поэтому, я не знаю, мне захотелось просто вспомнить. Я пересмотрела эти видео сама. И хочется напомнить вам о том, что мы потеряли. Я приглашаю вас на прогулку. На прогулку в прошлое. На два года назад. Давайте посмотрим. Всем привет, всем здравствуйте, всем добрый день. Я приветствую вас на своем канале Гуляем Хиляши. Я нахожусь в районе метро Площадь Ильича Иринская. Улица Сербии Радонежского передо мной. Там дальше Золоторожский вал. И вот здесь я уже прошла Рогожский вал. Площадь Рогожская застава. И я сейчас с вами немножечко, совсем немножечко погуляю здесь. К сожалению, вот здесь вот я пошла очень неправильно. Здесь есть памятник Ленину. Я чуть на него засмотрелась, отлеглась, торопилась. И прошла очень старинный листовой столб. Он находится вот там дальше за Лениным в парке. Поэтому, если это здесь будет, вы можете посмотреть, кому это интересно. И там уже находится кресло. Значит, улица Золоторожский вал находится в районе Лефортово, Южно-Восточного округа, и Таганско-Центрального округа. Значит, возникла она в XIX веке на месте камер Толежского вала. Названа по ручью Золотой Рожон, протекавшему в этом районе. До 1922 года называлась Золоторожский камер Толежский вал. Со второй половины XIX века в районе улицы было развернуто железнодорожное промышленное строительство. В 1883 году на Золоторожском валу был построен завод в Гужона. Позднее серб. Вот надо же, столько лет просуществовал завод, и вот сейчас его сломали, чтобы там были эстериноваты. Сюда же немножечко жалко. Вот я же говорила вам в одном из своих видео, что сразу вспоминается фильм по семейным обстоятельствам, где там мама говорит своему сыну из Тернеева, художник, иди рисуй арбат, поломают, и у тебя останутся рисунки. Я вот ему говорила, иди рисуй там то-то. Сейчас уже все сломали, осталось все на рисунках. Вот так же и я вот иду и думаю, сейчас там все это сломают, а останется только на видео или на фотографиях. К сожалению или части, не знаю, там будет строиться новый район, новые дома. По-моему, называется Символ. Символ там, по-моему, и застройщик, потому что там показ шоу-рум, показ домов, показ этого участка. Там все, символ, символ, символ на всех заборах. Символ, не знаю, что это такое, возможно, там будет личный комплекс. ЖК-символ. Вот. А мы с вами пока идем, здесь нужно пройти по железнодорожными путями, через переход, и выйти на другую часть этой улицы. Она, золоторожский вал, она обрывается, как бы здесь посерединочке, этой вот платформой серп и молот. Вообще она расположена между площадями Проломная и Рогожская застава. Вот мы с вами идем от Рогожской заставы. Потом она прерывается железной дорогой, разделяется на две части. Здесь она всего 200 метров, а там дальше, за путями, около километра. И здесь в месте разрыва располагается серп и молот платформы. Вот вы видите, здесь вот торговые центры. Раньше здесь находился универмарк Масторга в Рогожском-Симоновском районе. Перестроен в настоящее время торговый центр Дранд-Сити. Что я хочу еще сказать, что раньше здесь, в сторону номер один, мы с кем мы перейдем, вот мы уже перешли, перед вами с правой стороны завод. И, кстати, здесь же находятся вот этот вот арт-объекты и парк, арт-парк-символ. Вот, это завод, проходная заводская. А вот здесь, в доме номер один, который располагался на этом месте, до 2019 года находилась чай-развесочная фабрика фирмы Борей. Построена еще в начале 19 века. В начале 30-х годов здание было национализировано. Под ней оно было включено в состав этилологического завода серп и молот. И в 2019 году не успел я, к сожалению, здание, здание МОЗ Горнаследия отказалось. Если сводить этому дому в СССР, то в октябре 2019 года оно было в рамках программы реновации. Я не знаю, что здесь построят, но мне почему-то жалко. Такое старинное здание, вся разыточная фабрика. Можно же было это реставрировать или делать, но сносить это здание, я не знаю, мне жалко. А Борей, в честь которого была врана фабрика, которая построила здание, это была семья немецких предпринимателей в России 19 века. Начало династии положил Максимилиан Максим фон Борей, приехал из Германии в Россию, принял российское подданство, принялся на дочери керстильного фабриканта Ребенека. В 1840 году вместе с братьями Карлом и Фридрихом открывают в Москве торгово-ценическими экстремиальными товарами. Сделав на продаже чай и состояние, братья инвестировали в промышленное и финансовское дело. В 2017 году предприятие Борей и компания, возглавляемая сыном основателя ГУГО, представляла крупнейший многопрофильный концерт. Семья Борей владела металлургическими предприятиями на Урале, монопольно-торговые медиа инвестировали в цементный, сахарный, пистильный, угольный бизнес. Торговому дому Борей и компании принадлежал основной капитал товар, число латурного и медопротатного завода Кольчубина. Я это вам зачем-то рассказываю? Затем, чтобы вы понимали, какой объект был снесен в 2019 году. Это вот самая фабрика Борей. Очень жаль. В начале Первой мировой войны фирма сворачивает свою деятельность в России, так как пять из восьми членов правления являются немецкими подданными. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, профессор крупный радиотехник Максим Гудович Марк, был расстрелян в 1937 году за шпионаж в пользу Германии. Вот такая у нас история. К сожалению, к сожалению, вот такая у нас история. Ничего тут не поделать. То есть в 14-м году династия Борей оценивала их состояние 41 миллион золотых рублей, и они входят в десятку самых богатых русских в начало 20-го века по версии Форбс. И вот такой печальный конец их деятельности, жизни, и фабрика тоже была. Я надеюсь, вы обратили внимание на вот эти вот штучки на воротах, на заборе, на ограде вот этой. Там везде нарисован серп и молот. Серп и молот, и какое-то еще пламя. Ну, в общем, это старая очень ограда и символ завода серп и молот. На сегодня это все. Я всем благодарна за то, что вы со мной смотрели сегодня это видео. Всем здоровья, всем удачи. Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем здоровья, всем удачи, всем спасибо за просмотр, за то, что вы со мной гуляете. Всем пока-пока. Я жду вас на своем канале. Давайте будем и дальше гулять вместе. До встречи. До свидания. Ну, вот и все на сегодня. Я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, кто-то вспомнил про эти места, а кто-то, возможно, как и я, погрустил об этих местах. Ну, вот так насладывается наша жизнь. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Большое-большое вам всем спасибо за комментарии, за ваши теплые слова и за то, что вы со мной на моем канале. Всем большое спасибо. Ну, а я, в свою очередь, всем вам желаю добра, здоровья, удачи и благополучия. Будьте здоровы, пожалуйста. До свидания. До встречи. Пока всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok